Пять человек по подозрению в терроризме задержали в Бельгии. Спецоперация не связана с недавним терактом в Париже, заверили в прокуратуре. Хотя еще вчера в один из полицейских участков страны пришел якобы сообщник Елисейского стрелка. Сегодня же появились новые подробности о самом исполнителе парижского теракта, который произошел накануне президентских выборов. Елена Зорина продолжит. Валжир якобы хотел жениться. Был в поле зрения полиции, телефон шуфри прослушивали. Да и в доме это не первый обыск. Говорят о таком соседе люди неохотно. Я знал его постольку поскольку, его семья с ним больше не живет. В этом доме был он, его Шурин, сестра и еще кто-то. Я не могу представить, что он это сделал. Это настоящий суицид, это даже не нападение. Спокойствие это видимо то, о чем сейчас мечтают французы. Напряжение здесь, в Париже, ощущается даже в воздухе. Полицейские и военные не теряют бдительности. Произошедшее на Елисейских полях снова поставило на первое место политической повестке дня вопрос национальной безопасности. А в настроение французов добавило скептицизма. Люди не верят, что кто-либо из кандидатов сможет решить насущные проблемы страны. Вопрос не в том, можем мы закрыть наши границы или нет, а в том, что нужно говорить о происходящем здесь. Конечно, легко критиковать, но и решить проблему мигрантов тоже непросто. Я собираюсь голосовать за Макрона. Почему? В ноябре я думал, будущим президентом будет Фион. Но позже выяснилось, он бандит. Эти выборы уже называют историческими из-за довольно неожиданных лидеров гонки. Фаворитов четверо, двое противников ЕС и только один не пророссийски настроенный. Главная интрига будет один тур или все же два, и тогда кто пройдет? Однозначно, уверены социологи, это будет молодой центрист Эммануэль Макрон. Уже несколько месяцев его называют самым популярным политиком Франции. А вот кто станет соперником, лидер ультраправых Марин Лепен, кандидат от республиканцев Франсуа Фион, или лево-радикал Жан-Люк Меланшон, пока сказать сложно. И еще один сюрприз может преподнести явка. По прогнозам, в первом туре участки посетят не более 30% французов. А это может ударить по-любому из кандидатов. Люди не голосуют за того, кто придет в президенты. Таких крайне мало. Большинство голосует против. Так, к примеру, было с Франсуа Ландом, нынешним хозяином Елисейского дворца. Люди скорее голосовали против Саркази, нежели за Ланда. Как будет в этот раз, пока не ясно. Среди избирателей все еще почти треть неопределившихся. Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.